Доступное и качественное образование – одно из важных направлений успешного развития региона. Школьники сегодня – это врачи, инженеры, политики и спортсмены завтра. Всего в Ингушетии только в 2020 году было открыто 8 образовательных учреждений дошкольного и школьного образования. Объекты построены в разных городах и сельских поселениях республики. В 2020 год, если в целом взять детские сады и школы, 6 тысяч детей и, знаете, около 2 тысяч, наверное, рабочих мест. Рабочих мест. Потому что у нас же безработицы. Для них это как раз работа. Я хотел бы, чтобы они хорошо учились и чтобы остаться и приносить пользу своему селу. Говорят, где родился, там и пригодился. Это очень хорошая поговорка, понимаете? Ну, а молодежь, я имею в виду парни, они должны понимать, что на них обязанности больше. На них обязанности больше. Они должны еще помогать родителям, содержать их, как у нас принято. Содержать в последующем семью, учить своих детей и быть полезным тому государству, которое создает эти условия и создали сегодня, чтобы вы могли смотреть в будущее. Чтобы вы не думали, холодно в школе, неуютно в школе, преподаватель сегодня, ему зарплату не выплатили. Понимаете, все эти добрые вещи должны восприниматься не просто так. Если брать, наш бюджет, он 85% составляет из дотации государства. Пока мы не зарабатываем обеспечить республику. Но мы этому стараемся. У нас получится это. Поэтому, как мы будем хорошо учиться, в последующем работать, и у нас будет в этой жизни все здорово. На сегодняшний день в Ингушетии около 180 тысяч детей учатся в 131 школе. Строится еще 15 новых в рамках различных программ. Их ввод в эксплуатацию запланирован до конца года. Реализация федеральных всех проектов благотворно, безусловно, влияет и на качество образования в республике. Потому что помимо строительства объектов образования, реализовываются ряд других мероприятий, включающие в себя такие направления, как повышение квалификации педагогических работников, как материально-техническое оснащение действующих и новых образовательных организаций. Это особый акцент делается на развитии творческой молодежи, одаренных детей. И все это в общей сложности, естественно, должно привести к повышению статуса образования, как российского, так и регионального. И, безусловно, это приведет к улучшению качества самого образования. Несмотря на большое количество строящихся школ, их пока недостаточно. Около 60% из всех образовательных учреждений работают в две смены. В течение нескольких лет половину из них планируют перевести на односменку. Эта работа проводится в рамках федеральных программ. На сегодняшний день у нас в республике 76 общеобразовательных организаций функционируют в двухсменном режиме, и 54 школы у нас в односменном режиме. Конечно, реализация национального проекта, безусловно, в первую очередь, ставит цель разгрузку действующих общеобразовательных организаций. Соответственно, по итогам реализации этого федерального проекта, мы ожидаем, что у нас общеобразовательные организации будут функционировать все в односменном режиме. И при формировании заявки, как я уже сказал, в том числе, один из критериев является и разгрузка общеобразовательных организаций, то есть их перевод на односменный режим обучения. Помимо строящихся сегодня, в регионе планируется возвести еще около 20 школ. Шесть из них одобрены на 2021 год. О необходимости строительства еще 13 уже знают в федеральном центре. Нужно отметить, что республика давно в лидерах среди субъектов страны по приросту населения. Исходя из этого, и строятся новые образовательные объекты. В среднем прирост по учащимся общеобразовательных организациям у нас год составляет порядка 3-3,5 тысяч детей. И, безусловно, когда мы формируем заявку, у нас проводится достаточно обширный мониторинг действующих общеобразовательных организаций с учетом выбывающих детей и, естественно, поступающих вновь первоклассников. И более того, учитывая, что национальный проект образования, он реализовывается до 2024 года, возможно, с дальнейшей пролонгации до 2030 года, естественно, мы проводим мониторинг с учетом демографического прироста детей. Строительство школ не только помогает развитию образования, но и напрямую связано с рынком труда и занятостью населения. Каждый новый объект обеспечивает около 80 рабочих мест. С геометрической прогрессией растут школы, детские сады, появляются новые технологии, компьютеризация. Каждое новое учреждение можно назвать школой будущего, где можно научиться моделированию и работостроению. Реализовать такую деятельность получается благодаря проектам «Успех каждого ребенка» и «Точка роста». Они – часть нацпроекта «Образование». Благодаря им в школах приобретаются новые микроскопы, интерактивные доски, планшеты, а также спортинвентарь. Во-первых, строительство новых объектов образования изначально предусматривает их оснащение в рамках этого же мероприятия по строительству. И помимо этого, в рамках реализации других национальных и федеральных проектов, в том числе и современная школа, в том числе и успех каждого ребенка, ежегодно у нас ведется активная работа по материально-техническому оснащению этих объектов. Очень в этом направлении нам помогают такие мероприятия, как «Точка роста», как создание дополнительных мест для занятий дополнительным образованием учащихся. Более того, здесь очень важно учесть тот момент, что глава республики лично посещает эти объекты. Помимо того, что там ряд контролирующих органов и надзорных органов, и в том числе и глава республики, и правительство, и министерство периодически эти объекты посещаются и контролируется процесс строительства. По поводу оснащения изначально сам проект, который реализовывается, в рамках этого проекта изначально предусмотрено и материально-техническое оснащение строящихся объектов. Новые школы также оборудованы мастерскими, что позволяет научить детей разным ремеслам. Мальчикам показывают, как работать по дереву, а девочек учат профессиональному шитью. Такого оборудования у нас не было в кабинетах. Это вот сейчас нам привезли вот эти машины. Машины очень хорошие, мы их проверили, шьют хорошо. До этого мы с детьми занимались рукоделием. Вот среднее звено в основном рукоделием. Старшие классы у них там идет профессиональное самоопределение, профессиональная подготовка. То есть чисто теоретические занятия. А сегодня у нас вот есть вот такой уютный, теплый кабинет, в котором дети могут заниматься. Площадки школ также используются как образовательная среда для развития научно-технического, инженерного мышления и творчества. Там изучают конструкцию и управление летательными аппаратами. В 59 образовательных организациях такой досуг уже доступен. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Рина Цычоева, Амина Бокова, Дана Плиева. Новости 24.